Всем привет за мой счет! Сейчас вы узнаете, как реализовать путешествие на российский край света и почему ехать ваше первое арктическое приключение стоит не только из-за северного сияния. Играем! В начале декабря я совершенно случайно вспомнил про существование такого явления как северное сияние и на следующий день после этого я уже забронировал себе и даня бюджетное жилье в поселке Тириберг. Я довольно импульсивен в принятии решений по поводу поездок, тем более что я понял, что готов сделать все, чтобы увидеть полярное сияние на севере нашей страны. Да и пока что внезапное приключение в Норвегию нам не по карману. Я никогда не задумывался, что такую мечту можно осуществить довольно быстро и недорого. Я немного изучил на каких широтах можно видеть сияние, посмотрел пару фотографий поселка к северу от Мурманск и просто по фотографиям выбрал Тириберку. Тогда я еще даже не знал, насколько это резкое решение правильно. Я расскажу вам историю трех наших дней и трех ночей последовательно. Мы прилетели в аэропорт Мурмаши днем. Оттуда довольно быстро и дешево мы доехали с чемоданами на 106 автобусе в центр, где за 4 часа до выезда купили билет на автобус 241. Это самый дешевый способ добраться до поселка, но не забывайте, что дорогу может просто замести. Бывали случаи, когда снегоуборочные машины просто не справлялись, туристы оказывались в арктическом плену на две недели и не могли уехать домой. Работница автовокзала рассказала нам, как некоторые экстремалы решали этот вопрос. Что там случилось? Мы почистим вдвоем. Я как волчара буду бегать. А как нам быть? Нам еще 4 часа ждать. Ух ты. А, ну тогда нам нужно очень теплую машину спереди просто и медленно ехать. Ну просто два инженера. Уточнить хочу, может быть у вас есть какие-то экстремалы, которые что-то придумывали? Снегоходы? Да. А, и вот так вот в одиночку. Да, никак не берете. Свободное время до выезда мы потратили на поедание пельменей из оленины. После Даня прогулялся по Мурманску и постимал первый в мире атомный ледокол в темноте. А я сидел и монтировал прямо в здании автовокзала. Нам повезло. Дорогу не замело и мы начали свою четырехчасовую поездку к Северному ледовитому океану. А пока вы смотрите на некоторые виды Мурманска, расскажу вам, что же такое Аврора. Звезды излучают поток ионизированных, иначе говоря не нейтральных, частиц в окружающее пространство. Всегда. И очень быстро. То есть звезда непрерывно отдает часть себя космосу на далекие расстояния, постепенно теряя свою массу вплоть до смерти. Наше Солнце тоже излучает кучу частиц. Иногда со скоростью 1200 км в секунду в сторону Земли. От солнечного ветра нашу Землю защищает магнитосфера, то есть магнитное поле. Я чуть не сошел с ума, пытаясь выяснить, как же оно появилось, но сойдемся на том, что достоверно пока неизвестно, как наша планета стала таким хорошим магнитом. А одна из основных на данных момент теорий гласит, что при движении расплавленного вещества в внешнем ядре Земли появляется ток, вызывающий магнитное поле, линии которого захватывают и движут все больше и больше электронов, что порождает новые магнитные поля поверх старых. И так, при поддержке в лице многих физических принципов, финально образуется довольно сексуальная магнитосфера всей планеты. Именно она манит заряженные частицы к своим полюсам. Итак, солнечный ветер с бешеной скоростью доходит до магнитосферы, после взаимодействия с химическими элементами атмосферы и частица Солнца выделяет энергию и светится. То есть кислород и азот после взаимодействия с солнечными частицами проходят через некоторые метаморфозы и выделяют фотоны свет. В зависимости от состояния кислород отвечает либо за зеленый, либо за красный цвет. Похожа ситуация и у азота. Он отвечает за синий, фиолетовый и красный. Синий цвет сияния самый редкий, а розовый и желтый получаются смешиванием красного и зеленого. Оставлю пару статей для ознакомления, может даже про возбужденное состояние атомов мне потом расскажете. Происходит аврора в пределах от 60 до 1130 километров, но высота сияния, который видит наш глаз, это примерно 90-200 километров. Напомню, что облака выше 10 километров это достаточно редкое явление, поэтому первое, на что нужно обращать внимание, это погода. Именно от нее зависит магия вашего вечера. В 10 часов мы оказались в полнейшей темноте, в таком месте, где не был никто из наших друзей и родителей. Пока поселок отдыхал, два новеньких туриста очень радостно перекрикивались и дегустировали его воздух. На удивление очень теплым. У нас был свой маленький домик в старой Териберке. Правда, чтобы дойти до туалета, нужно было пройти в курточке по улице, но нам было это совершенно не важно. Мы распаковали чемоданы и ждали позднего часа, чтобы выйти ловить небесные вспышки. Но не успели мы разложить вещи, как хозяин нашего кемпинга сказал нам выходить, ибо что-то уже начинается. Так быстро в жизни я еще не одевался. Я даже подумать не мог, что мечта сама постучится в нашу дверь. Итак, стоя рядом с фонарями, мы задрали головы и не могли ничего увидеть. Лишь потом, сфотографировав облака, мы поняли, что это были не облака. Итак, дамы и господа, вот вам первое фото Северного Сияния. Да, не очень удачное, но дальше мы вышли к берегу, поставили штатив, и не успев ничего настроить, зелено-розовая полоска стала передвигаться по небу. Первые эмоции прозвучали примерно так. Дальше мы разобрались с камерой и просто кричали от радости, пока раз в минуту камера делала и обрабатывала снимки. Я бы показал вам, сколько было эмоций в эти несколько часов, но мне слишком стыдно. И да, сразу же можем перейти к мифам, но по крайней мере к тем, которые были у меня. И первый из них это. Сияние – это быстрая вспышка. В большинстве случаев это просто куча очень толстых полосок, и она может стоять в одной части неба по несколько часов. Да, вспышки действительно бывают, но в большинстве случаев мы просто смотрели на холл Новой Териберки, и там всегда стояло зеленоватое облако. Миф номер два. Сияние освещает всю округу. По факту, только сильные вспышки будут очень заметны, без камеры вы иногда можете даже не узнать, что сияние сейчас на небе. Так видит небо человек без камеры. Это уже видит камера. А вот это уже видит фотошоп. Все фотографии, которые я показываю, будут иметь обработку, но без сильного фанатизма. Учтите, что даже если вы добрались на широты близкие к полюсам, вам повезло с погодой, геомагнитной активностью и даже с локацией, имеется в виду, что вы далеки от ярких городов. Все равно, без камеры у вас не так много шансов заснять что-то на память. Лишь иногда телефоны справляются, но снимки получаются переменного качества. Оно вам точно не нужно. А про геомагнитную активность и все с ней связанное, это точно миф номер три. Могу смело вам заявить, что КП-индекс, который показывает уровень геомагнитных возмущений и якобы пропорционален вероятности увидеть сияние, очень бесполезен туристам. Да, нам очень повезло, что именно в наши даты он был очень высок, но опытные люди ориентируются не на него. И приложения тоже можно даже не скачивать, они работают с опозданием и совсем не ориентируются на погоду. А вот вы должны. Оставлю сайт Винди, если кто-то захочет разобраться в прогнозировании неба. Но мы действовали всегда визуально. Мы проснулись счастливые и не заболевшие и отправились в путь, пока на севере было светло. Нам представил путь до водопадов через Новую Териберку и пляж Яйца Дракона. А полярная ночь позволяла нам двигаться в условиях света и сумерек всего лишь пару часов. Местная женщина сказала нам, что идти приблизительно 7 километров. Мы ей, разумеется, не поверили, но очень сильно ошиблись. Мы оделись довольно тепло, но мы вообще не могли подумать, сколько часов будем идти туда, и что каждый раз нам будет казаться, что водопад уже за поворотом. Но это все иллюзия. Пасходы и все такое. И это очень временное явление, надо быстрее в этих сумерках ориентироваться. На самом деле, на краю мира очень красиво, когда светло. Ему это к лицу. Фонари прямо на льду. Только представьте, что здесь кто-то живет. Строит семью, рожает детей. Около семи километров пешком. И вот он, бескрайний океан. Яйца дракона — это вот эти вот заснеженные камни, которые в большинстве своем имеют характерные закругления. Корли, дикий холод. Все тело вспотело. Все надежды были потеряны много шагов назад. Мы не увидели пока никакого водопада. Все это время идти пешком, возможно, было ошибкой. Ибо главное наше наказание — это то, что темнеет. Может, не взять машину было ошибкой, но точно было экономией. И да, или дышавшие, но счастливые, мы все-таки увидели этот водопад. Был один минус — он замерз. Да, это не то, чего мы ожидали увидеть, но был также и плюс — мы впервые увидели замерзший водопад. Вау! Всем расскажем, что это мы здесь нашли. Мы обошли холм, и на месте, где под нами летом был бы водопад номер два, немного передохнули. А Даня поел непонятных ягод. Ну, это натуре ягоды. Винограды, да? Кушай. Дорога назад была тоже тяжелой, но мы все-таки зашли в самый северный ресторан, где потратились на северные деликатесы. Рядом с рестораном инсталлирован скелет кошелота. Потрогать его было еще одним странным достижением. И да, я тоже не знал, как будет кошелот по-английски. Кстати, советую прийти именно сюда, а не к скелету на берегу Старой Териберки, который использовался для фильма «Левиафан». Даня взял суп-пюре с крабом и крабный бургер. А я отведал салат из трески, морского ежа и сами конечности краба. Очень рекомендуем это место. Нам даже не захотелось верить, что мы находимся так далеко от цивилизации. Отдельное признание повару, который сам занимается дайвингом в поисках морской живности. Кстати, морской еж на вкус как нежное мороженое с рыбным привкусом. А соевый соус отлично дополняет мясо краба. Небо было затянуто облаками, и тем вечером сияние не увидело нас. Но пока мы закупались в местном магазинчике, их кстати не менее четырех на весь поселок, и цены там довольно близки к московским. Наши джинсы заметили очень интересные туристы. Слово за слово, и у нас в знакомствах появилась очень хорошая компания. Маша, Галия и Саша. Благодаря ребятам мы узнали, что в Териберке есть экскурсии на китов. И да, эта информация как-то прошла мимо меня, и мы договорились отправиться на нее вместе. Тем вечером мы дурачились на пляже, отогревались теплым глинтвейном, водили хороводы в честь сияния, а после лежали впятером под одеялом, прячусь от сильнейшего ветра. Не обошлось и без очередной поврежденной техники. В этот раз камеру сдуло, и выдвижной экран чуть не остался похоронен в вечной мерзлоте. Но нам очень повезло, ведь на следующий день камера спасла нас. Пока мы спали, девочки договорились о поездке, ибо не только погода, но и мнения туристов очень быстро меняются в Арктике. И мы все же нашли судно для выхода в залив. И да, господа, я и не мог подумать, что впервые в жизни увижу китов. Да еще и так быстро. Мы идем за китами. Все эмоции видите сами. Надеюсь, вы сможете прочувствовать магию этих гигантов через экран. Вау! 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 Субтитры создавал DimaTorzok А иногда можно встретить белуху, косатку и даже синего хитка Нас невероятно трясло от везения, и мы снова отправились в тот уютный ресторан В этот раз мы отведали живых моллюсков, стейк из оленины и жареную моллю Даже не знаю, как описать нежность моллюскам Как будто бы кусочек мягкого сыра полюбил креветку Но в любом случае, лучше один раз попробовать И да, уверен, что в будущем я пожалею, как прыскал лимоном на живого обитателя морского дна, провоцируя его движение Но пока еще я не такой экоактивист, который откажется в поездке от таких экзотических морепродуктов Извините Уже в пять вечера небо затянуло яркими полосками И все три аккумулятора нашей зеркальной камеры были потрачены на интереснейшие виды с холма Тогда я даже и не знал, что мы видели фиолетовые оттенки А тут видно Марс, Плеяды и Альдебаран снизу Очень удачная фотокарточка Спустя много километров Тепленький магазин Как оазис в пустыне И выглядит он Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Поздно вечером мы словили сильнейший ветер Но все равно мучили себя ради снимков И по итогу оказались довольны нашей заключительной ночью на севере И да, конечно же мы помочили руки в Баренцевом море Как только мы убрали камеру, небо озарила сильнейшая вспышка Которая так быстро кончилась, что нам осталось только кричать в небо В попыхах раскладывая штатив Покажу вам неудачные варианты, где виднеется хоть что-то Но одна нормальная фотография у нас все-таки осталась на память Это были очень эмоциональные двое суток Но кое-что мы упустили Дело в том, что хозяин нашего жилища Очень рекомендовал нам отправиться на каньоны Газпрома Заброшенного проекта компании по пробиванию дороги через северные скалы Териберки Мы приняли решение пожертвовать сном И надеялись, лишь бы проснуться здоровыми И выйти в 7 с лишним утра в долгий пеший путь За 5 часов до выезда из поселка в полнейшей темноте Мы взяли штатив, термос, дань на лобный фонарь И отправились топтать снег в метель Я отчетливо имел мысль, что мы можем не справиться И мое упрямство может нам дорого обойтись Но я слишком мечтал сделать эту поездку завершенной Без Даниного фонаря мы бы не увидели ничего По дороге нам попадали заброшенные машины и недоделанные мосты Кстати, на мост мы все же решили залезть Но мы ни в коем случае не советуем вам этого делать Спрыгивать с него было опасно Ибо мы могли провалиться неизвестно куда В полной темноте Дошли до моста, до пекла Еще через полчаса стужи мы подошли к уступу холма Под которым видели оставленные ботинки Очень напоминает ориентиры по трупам на Эвересте Но все негативные мысли в нашем коллективе быстро подавлялись Причем вот эта пара справа будет довольно новой Каждые 10 минут мы надеялись, что пришли Мы видели следы людей и замерзшие водопады Один раз порыв ветра был настолько сильным, что чуть не уронил нас Думаю, порыв был более чем в 20, а может быть и в 30 метров в секунду И он хорошо проверил нас на прочность И вот мы впервые увидели тупик Скалу, возле которой были лишь давно заметенные следы людей и, видимо, песцов Мы дошли до конца всех дорог И теперь мы можем смело заявлять, что были на краю света На обратный путь у нас оставалось почти 3 часа С тем учетом, что мы шли по полной темноте без остановок почти 2 часа И теперь в более светлых условиях мы планировали поделать фотографии Так что все фото, которые вы видели, были сделаны уже на обратном пути Когда каждая остановка ухудшала наше самочувствие, а пальцы уже не двигались При этом все еще было темно Вот вам фото и видео для примера Если этот огромный ветер стихнет, то у нас в принципе большие шансы сохранить здоровье, дойдя домой Используем камеру телефона за неимением большего Это одна из самых высоких точек здесь Мы познали себя чуть глубже Теперь, после наших первых скромных арктических экспедиций, мы в курсе Что лучший способ согреться, это молча идти, двигая ступнями А лучший способ замерзнуть, это пытаться настроить камеру Чай спасал нас, но не так сильно, как фонарик и взаимная поддержка Пусть у нас были подштанники и теплые носки Мы все еще гордимся тем, что прошли вот столько километров в джинсах и не совсем зимние обуви Как сказал нам один житель Териберки Северяне это не те, кто не мерзнут, а те, кто тепло одеваются Согласимся, но для себя я понял, что гораздо важнее твой настрой и компания, чем то, сколько на тебе носков. Я сейчас впервые слышал свое горное эхо. И снова да, ориентируйтесь не на цифры температуры, а на ветер, ибо иногда мы мерзли за 20 минут, просто гуляя по пляжу, а иногда за 5 часов морозных шествий успевали отогреваться, когда не делали привалы. Благодаря последнему испытанию я окончательно убедился, что самые красивые места становятся таковыми после сложнейшего пути к ним. И дело совсем не в том, что же ты увидел по итогу путешествия. Поэтому, смотря на эти фотографии, я всегда буду вспоминать, что в то утро океан был по-особенному волшебным. Это также относится ко всем нашим переохлаждениям за 3 дня. Я также поделюсь ссылками на сайт со всеми достопримечательностями тереберки и беседой в Телеграме, где кидают актуальную информацию, продают морепродукты, договариваются о такси в Мурманск и собирают людей на китов. Возможно, там вы развеете для себя еще пару мифов. А еще там кидают фото с метеостанции. Интересный факт. Арктика берет свое название от Арктикос, находящейся под созвездием Большой Медведицы. Обычно я очень не люблю собак. Но собаки в тереберке – это просто космос. Вот этот вот господин встречал нас после нашего тяжелого путешествия к концу всех дорог. Вся поездка удалась. Как я счастлив, что мы побывали здесь. Сейчас возвращаемся в такси. И это все закончилось. Это же холод. Чихает. У нас 10 минут на сбор чемоданов. И на то, чтобы как-то не мерез голоду. Ой, скелет, мышцы, кожа. Есть, конечно, еще запас до обморожения. Конечно, я не могу перед вами не похвастаться тем, как точно мы рассчитали каждую минуту нашего маршрута. Мы прибыли к себе домой ровно в 12.00. За 10 минут до того, как выезжает наше такси. Мы успели собрать чемоданы, и за 1500 рублей с человека мы еще с двумя туристами отправились в Мурманск, где закупились рыбой в дорогу и ждали маршрутку в аэропорт. Вот номера такси в самом поселке и ценники на рыбу в Мурманске, кому нужно. Также скину все подсчеты наших расходов. За всю поездку, без учета билетов в Мурманск, вышло почти 15 тысяч рублей с человека. Но учтите, нам очень повезло с погодой за такой короткий промежуток времени. Мы часто ели дешевую пищу, и, как вы сами убедились, очень много брал на себя не наш кошелек, а наши ноги. Кстати, если вдруг у вас нет времени и денег на поездку к 70-й широте, то я расскажу вам о таком явлении, как световые столбы. Я просто пришел на кухню в январе в своей квартире, и из окна на лесопарка моего города я увидел световой лес. Образуются эти столбы из-за того, что свет от источника на своем пути к вам отражается от кристалликов, которые имеют горизонтальные грани. Шестиугольные кристаллики льда или столбовидные подходят под этот критерий. До вас доходит вот такое оптическое явление. Обычно они образуются в переистых облаках, но зимой, когда холодно, могут опускаться и ниже. Какая бы ни была форма у кристаллов, когда они при падении занимают горизонтальное положение, тогда вы и видите вот такой вот световой лес. Это очень редкое явление и у меня есть ощущение, что северное сияние происходит гораздо чаще, ведь получается уже, что столбы света в своей жизни я видел гораздо реже, чем вспышки полярной авроры. Так что не забывайте оглядываться по сторонам, ведь чудеса ближе, чем вы думаете. Если я что-то подзабыл, обязательно оставлю дополнение в описании. А сейчас я скажу вам самые главные слова, которые пришли ко мне лишь через месяц после поездки. Да, магия сияния и местные фауны действительно будоражат так, словно вы дотянулись до далекой звезды. Но самое важное здесь – это очищение. Катарсис. Холодный душ после рабочего дня. Поездка на север. Ощутим и с выходом на балкон, подальше от шумной тусовки. Я очень рекомендую ездить сюда тем, у кого уже есть опыт путешествий по теплым странам и большим городам. Потом вы сами все поймете. Спасибо Маше и Галие. Спасибо ребятам из Сочи за видео и фото с дрона, в частности Ивану. Спасибо всем местным северянам, погоде Арктики в эти трое суток. И всем, досмотревшим этот ролик до момента, когда я напомню, что путешествие – это никуда, а с кем. Ну и разумеется, не могу оставить вас без нарезки закадровых моментов, которые в прошлый раз оттолкнули много людей. Так что вы предупреждены. Здорово, мы сегодня в аэропорту Сурененчево, терминале «Б» и мы прошли очень быстро. Черминка. Черминя. Вот так это. У вас где его здесь подают крап? Занец. Может, конечно. Да. У нас мы ганаем совсем их в ботинках, другая по песку. Стой, 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 я не покручу. Сейчас скидываем сразу. Значит, вот эти токтора есть, которые с большим копчем спереди. Мы оплачиваем его как конвой. Они в каждой эфире проказывают такие токтора и ломаются. О. Шреки или как это называется? Шреки. Шреки. Что? Все, Шреки? Шреки ломаются. Все. Мы прошли это сложное испытание. Пяти... Пяти трех ночей... Я не понимаю. Я аутист. А почему я каждый раз перевернутый, Данил? Объясни, пожалуйста. А что там происходит? Я не знаю. Короче, я не знаю, как доказать вам, дорогие подписчики, что я не болею пятнадцатой степенью аутизма. Реально, как будто бы лед немножечко дрожит. Вот, вот, ёпта, вот. Вот, вот эти звуки, наконец-то. Каждый звук. Реалл Стерманвелл. Вот эти низкие частоты дают лед. Вот про этот звук я говорил. Ура, ёпта, я нямчик. Ребят, заберите, что есть в Териберке эфир эго, а не эго. Сделано лед. В Павловском районе. В городе Павлова. Поднимаю посудку. Нем. О, тут клоун сидит. Играет в дотах. Да, если что, мы даже смогли познакомиться с индусом Ананом, который неплохо говорит по-русски. И приехал на самый север нашей страны ради небесных танцев света. Ой, Анан. Звонит индус из Териберки. Алло, да. Привет, Анан. Да. Мы умудрились снять созвездие. Плеяды. Одновременно с отражением северного сияния от облака. И это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я рад, что вместе мы были у меня, чтобы его как-то сохранить. На память, на будущее. В общем-то, да. Да, я не могу показать у него в финале на голове. Ну, чтобы... Всем спасибо. Видишь? Вот он сидит передо мной. Мы отрываем панцирь. Отрываем вот эти жабры. И начинаем откручивать украбан ноги. Ребята, а что у вас в Уманске такая за фигняшка в вагон, и у вас ездят сами? Так, давай. Россия! Паша, ё-ду-ю! Спасибо, Данила. Данила вошёл. Телефон, который в общем... На пляже. Да это не мой. Северка — это место чудес. Данила вошёл. На самом деле, я начинул подхрабан. Мне кажется, Саша помотан. Меня, если кому-то интересно... Саша молчит, но мне кажется, я буду так портать. Не, Даня, ты чё, реально сожрал? Тебе уже съел одну. Так, Даня, тебя сейчас отвезут в обрыгаловку. Вы ходите просто? Нет, безумно. А как на вкус? Ну как? Ну ладно, просто Т. Я тоже попробую. Как? Чтобы вместе откинулись? Да. Совет от Соника. Не знаете, где купить? Самара 1100? Тотальная ошибка. Промбированные диски 50-го диаметра. Никаких этих... Колёс здесь не четыре, а два, чтобы меньше иметь резину зимой. Запаска при этом имеется. Ладо всё продумали. Стильный капот, гехромированные фары. Хайтеры. Люблю вас. Мы закажем вот это. Ну как-то так, Саун. Саун. Просто пропал куда-то. Сейчас мы будем мыться. Время идти из души домой. Время идти из души. Аааааа... Офи. По-моему сейчас будет battlefield 4. Баженоку не надо. Battlefield 4 сейчас будет. Нет. Ледяной бас. Блее. Небольшой ледяной бас, ребят. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...